Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Достон. Сегодняшняя тема, которую мы с вами пройдём, это будущее время. На самом деле всё просто. Чаще всего будущее время в английском образовывается с помощью will. I will call you. Я позвоню тебе. Вообще для I и we используется shall, но со временем его вообще не используют. И даже при сокращении нет никакой разницы. Вот пример. I'll be back. Я вернусь. He, she, it will come back next month. Он, она, оно вернётся в следующем месяце. Вопрос. Нужно вынести will на первое место. Will you text me tomorrow? Ты напишешь мне завтра. Но тут в вопросе с I и we нужен shall. Пример. Shall we go to the beach? Отрицание. После will стоит not. Сокращенно будет want. I will not come tomorrow. Я не приду завтра. Further. Won't agree to help us. Фёдор не согласится помогать нам. С Future Simple мы разобрались. Значит, это простое действие или повторяющееся действие в будущем. А теперь давайте другие зацепим. Это Future Continuous и Future Perfect. Future Continuous – следующее будущее время, которое мы с вами рассмотрим. Оно находит достаточно широкое применение в языке. Как и все группы Continuous, передаёт длительное действие, происходящее в определённый момент. Для того, чтобы поставить глагол в форму Future Continuous, нам нужен вспомогательный глагол to be во времени Future Simple. Он будет will be. И причастие настоящего времени participle one, смыслового глагола. То есть, простыми словами, infinitive плюс окончание ing. Несколько примеров. I will be playing, you will be playing, также сокращается до you'll be playing, they will be playing. В вопросительной форме первая часть вспомогательного глагола ставится перед подлежащим, если было they will be playing. А вопрос будет will they be playing? Именно Future Continuous вам будет чаще всего встречаться в простых диалогах на английском. И мы к нему ещё вернёмся. Итак, Future Perfect используется довольно редко, особенно у американцев, но тем не менее стоит его знать. И прямо сейчас мы быстро по нему пройдёмся. Оно обозначает действие, которое закончится до определённого момента или начала другого действия в будущем. Или будет продолжать длиться после него. Пример. В следующем году мы будем женаты уже 10 лет. Время Future Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to have в будущем времени и причастия прошедшего времени, то есть третьей формы. Примеры. I will have walked, we will have walked, you will have walked. В этом уроке мы изучили будущее время. В комментариях оставляйте три примера с употреблением этих времён. Подписывайтесь на канал, если здесь вы впервые, а также вступайте в наш паблик. Всем пока. Чейз Луис. Банн и овен дословно переводится как булочка в духовке. Но на самом деле он сказал...